Дорогие друзья, крупная компания отказывается от биткоина в пользу лайткоина. Вчера еще Grayscale купила 36 тысяч лайткоинов. Всего за месяц, за последние 30 дней она купила 108 тысяч лайткоинов, в то время как она продала за месяц суммарно 580 биткоинов. Я считаю, что это да что-то значит. И есть ли вариант, что Grayscale вернет Trust XRP? Сегодня мы об этом поговорим. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время вчера стряхнули слабые руки. Сегодня рынок криптовалют начал активную фазу роста. То есть он начал восстановление. Тут же лайткоин вместо 180 уже стоит 195 долларов. Ну и в топ-10 быстро ворвалась такая криптовалюта как Zeta. То есть это довольно-таки интересный NFT токен. В NFT этот токен занимает первое место по капитализации. Его стоимость была там 50 центов, да, как вот сейчас стоит XRP. И вот сейчас эта монета стоит 14,5 долларов. То есть для тех, кто не верит, что XRP может стоить 20-50 долларов, да, вот смотрите как NFT токен в принципе вырвался в топ. И как он вырос практически с 20 центов начинал свой рост. И практически сейчас вырос еще больше. Ну на NFT, то есть за Zeta идет, значит, такая крипта. Cheese, а затем EngineCoin, Mana, Flow. Кстати, Mana есть у Grayscale в профиле. У компаний, которые есть миллиардные активы в криптовалюте. Поэтому мы видим, что такая тенденция в плане того, что NFT направление довольно-таки очень интересно. Что касается, значит, новостей, то что на сайте Tesla наконец-таки появилась возможность оплаты заказов машин биткоином. Да, теперь вы можете купить Tesla с помощью биткоина. И сам CEO Tesla, Elon Musk, он подтвердил факт приема криптовалютных платежей в Твиттере. И теперь вы можете купить Tesla за биткоин. Довольно-таки очень круто, потому что это некий такой даже adoption. И здесь, конечно, так как оплата происходит в биткоине по цене курсу 56 тысяч долларов за биткоин. Я считаю, что Elon Musk все-таки держит биткоина, продолжает держать и верит в то, что биткоин будет стоить еще больше. Ну, а пока небольшая рекламная пауза. Отличный проект для заработка и получения дивидендов на постоянной основе. Это ИТХ трейдеры с точкой ее. Вложившись в данный проект, вы ежедневно получаете от 3 до 9% прибыли от суммы вклада. Данный проект реально работает и приносит прибыль своим вкладчикам. Был проверен множество раз, но, в частности, работает прекрасно. Выводы тела вклада и дивиденды в проекте работают моментально. Рекомендую ознакомиться с проектом. Ссылка на проект в описании под роликом. Ну, если вы хотите поспособствовать возврату токена XRP на бирже, где он был удален, то вы можете писать хэштег «relist XRP». То есть, обратно добавьте XRP на биржу. И в социальных сетях вы можете это публиковать. Хэштег «Twitter» стал трендом. И здесь нужно отметить, что трендом он стал для пользователей из Нидерландов. И также движение набирает силы в Астралии, США и Великобритании. Поэтому, если вы хотите, чтобы на вас обратили внимание, то пишите хэштег «relist XRP». Главное, R не перепутайте с D, потому что «relist» – это значит делистинг XRP. Удаление – значит монеты из биржи. А «relist» – это возобновление торгов этой монетой, на которой она была удалена, на которой биржа. И, соответственно, нужно напомнить, что делистинг провели такие биржи, как «Bitris», «Coinbase», «Pocoin» и американское подразделение «Binance». Поэтому там нужно, чтобы XRP возобновил свою торговлю. А вот что касается самой цены токена XRP, то сейчас она сохраняет положительную динамику. Цена сейчас имеет стоимость 55 центов вместо привычных 20 в прошлом году или 40 в начале этого года. Также нужно отметить, что здесь мы видим, что есть некое накопление. Также мы видим, что довольно-таки длительным было падение и сейчас начинается аптренд. И выход из такого треугольника сулит нам таргет в 12,5 долларов и вплоть до 17 долларов и выше. Также нужно отметить, что нам нужно, конечно же, выйти за крупную зону сопротивления. Это 65 центов. Это такой треугольник, который здесь сформировался у нас с ноября, значит по текущее время. И выход за этот треугольник сулит нам таргет 1 доллар и 16 центов. То есть все довольно-таки очень позитивно и ярко выглядит. Поэтому если вы не купили XRP или если вы собираетесь купить XRP, не вопрос. Можете сделать это чуть дешевле, но не пропустите ракету. А что касается, значит, Росфин мониторинга, то он установит дополнительный контроль за выводом традиционной валюты из биткоина. И банки уже стали обращать внимание на обменные операции. То есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их, собственно, и сообщать нам об этих операциях. Ну, здесь также нужно отметить, что в самой России, кроме биткоина, популярны такие криптовалюты, как Эфириум и Монеро. И в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма, они годятся. Ну и ранее нужно отметить, что президент РФ Владимир Путин распорядился пресечь осуществляемый при помощи криптовалют незаконный вывод активов из страны. Поэтому будьте внимательны, кто живет в РФ. Что касается индекса страха и жадности, он составляет 65 из 100. Это говорит о том, что вчера была такая небольшая коррекция, даже падение. Да, сегодня рынок восстановился. Индекс еще не обновился, но люди тоже, опять-таки, готовы покупать. В принципе, этот индекс находится не на пике, не на 93 из 100, как он был ранее. Поэтому есть еще запас роста чисто психологически, если мы будем смотреть на толпу. Ну, а подводя итоги рынка криптовалют, можно сказать, что действительно XRP сейчас очень хорошо себя чувствует. Ложно, конечно, он вышел за отметку 59 центов. Здесь нам нужно удержаться психологически за 60 центов, чтобы, значит, продолжить ралли XRP. Но, тем не менее, считаю, что не все еще потеряно. То есть, я считаю, что запас для роста XRP огромный, потенциал огромный. Просто нужно дождаться. И я так скажу, что всему свое время. Ну, а с вами был Криптовкей. Всем пока и до новых встреч. В проекте ethtraders.io вы можете получать от 3 до 9% ежедневной прибыли, стабильной на постоянной основе. Ссылка на проект в описании под роликом.